Я говорил, что я по ночам пишу, конечно, это не Гоголь, не Достоевский, но вот тут у меня. Это очень важная номинация, и вот это все про здоровье нации, но думаю, все вы понимаете, что как не веди здоровый образ жизни, а без нормальной экологии не выжить. Недавно жители планеты Земля вдруг заметили, что у движения против глобальной климатической катастрофы есть лицо. 16-летняя шведка с косичками по имени Грета Тумберг, и лицо это многим не очень понравилось. И это понятно. С одной стороны, девушка крайне эмоциональна и занимает агрессивную, обвинительную позицию, а с другой мы вроде и сами знаем, что стоим на грани экологической катастрофы. Ну, зачем об этом еще раз говорить? Но, увы, нас мало пугает то, что и произойдет в далеком будущем, когда нас уже с вами не будет. И в этом причина всех экологических катастроф. А потому нам чаще надо об этом напоминать. К этому призывают и проекты номинации «Зеленая планета». Знаете ли вы, что объемы мусора от частных лиц в значительной степени превышают производственные отходы? «Осваивая культуру раздельного сбора, мы делаем маленькие, но уверенные шаги к прогрессу». Говорят инициаторы проекта, чтобы очистить планету от загрязнений, каждый должен начать с себя, а именно с домашней сортировки. Одна из главных причин появления бездомных животных – это их рождение на улице. Стерилизация – основной гуманный метод регулирования численности бездомных животных. Центр спасения оказывает бесплатную и неотложную ветеринарную помощь животным, найденным неравнодушными жителями и волонтерами на улицах Великого Новгорода и Новгородской области. Неправильная утилизация отходов наносит непоправимый вред природе и здоровью человека. Общественная организация «Мусора больше нет» предоставляет возможность жителям Барнаула ежемесячно сдавать вторсырье на переработку в шаговой доступности от места проживания. Детям чистый город – девиз ежегодного экологического конкурса карнавальных костюмов, который проводится уже 8 лет. Главное условие – костюм должен быть выполнен из сбросового материала, но со светоотражающими элементами. Для создания костюма используется все – упаковки от молока, бутылки и газеты, одноразовая посуда и фантики. Так детям прививается не только осознанное отношение к окружающей среде, но и навыки безопасного поведения на дороге. Проект «42. Я имею право» обучает граждан защите своих экологических прав в игровой форме. Онлайн-курс и серии видеороликов, а также игровой квест «42» дают возможность попробовать себя в роли экологического активиста. В детском саду Аистенок, города Абинск, на протяжении многих лет ведется экологическое воспитание дошкольников. Для этого созданы экологическая тропа наедине с природой и фитоогород, где выращиваются лечебные растения. За ними ухаживают дети и воспитатели. Проводится сбор макулатуры, который идет на изготовление эко-утеплителя для домов, материала нового поколения. АПЛОДИСМЕНТЫ С вашего позволения, можно ли я по этой номинации «Зеленая планета»? Я действительно к этому очень серьезно отношусь. Я думаю, что еще в России есть одна большая особенность. С одной стороны, это наша невероятная гордость. Страна громадная, лесов полно, рек полно, озер полно. И нам кажется, что это хватит навсегда. Нет, не навсегда. Я особенно ревниво к этому отношусь, когда вижу, как берегут природу и окружающую среду люди в других странах. Но как бы по цивилизованию. Это есть что-то такое ментальное у нас. Знаете, такое вот насорил, сжег, выбросил. Вообще, я думаю, что гражданская инициатива, она прежде всего, наверное, призывает нас и провоцирует в хорошем смысле нас на то, чтобы мы уважали друг друга, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы заботились о друг друге, чтобы мы любили наших меньших братьев, собак, кошек. Я этому посвящаю в своей жизни очень много времени. Есть прогресс, у нас появились какие-то законы. И, конечно, нельзя так вырубать леса, их все равно вырубают. В общем, проблем этих много. Мы жители громадной страны, громадной, невероятно богатой. Но мне хотелось бы, чтобы мои внуки, правнуки и праправнуки были благодарны деду и вам за то, что мы нашу страну и планету сохраняем. Ну что, я получаю, можно, да? Лауреат Национальной премии Гражданской инициативы 2019 в номинации «Зеленая планета. Проект 42». Я имею право. Руководитель Есипенюк Александр Юрьевич. Солодой раз. Спасибо большое. Да, я хотел сказать, что я очень рад видеть всех прекрасных людей, что здесь собрались, познакомиться с такими проектами. Но хотелось бы сказать также о том, что настоящая гражданская инициатива, как социальная, так и экологическая, происходит прямо сейчас и происходит уже в течение более года на станции ШИИС Ленинского района Архангельской области. Спасибо. Для тех, кто не знает, вкратце сообщу, что существует проект по вывозу московского мусора в болото Архангельской области. Но на этом болоте есть настоянные пункты, и жители этих пунктов, естественно, не очень довольны этой ситуацией. И люди смогли поднять на уши уже не только гражданское общество всей России, но и всего мира. И также хотелось бы сказать, что у каждого из нас прямо сегодня, прямо сейчас есть возможность проявить свою гражданскую инициативу именно в области охраны окружающей среды, потому что на сайте regulation.gov, то есть на сайте, где публикуется государственный закон проекта, сейчас висит проект, в рамках которого хотят отменить положение об оценке воздействия на окружающую среду. Эта оценка позволяет не допустить реализации очень многих вредных проектов. Соответственно, это просто оценка, которая действительно мешает реализации многих проектов, которые могут погубить и природу окружающей среды. И я прошу у каждого из вас, кто заинтересован в сохранении окружающей среды, зайти на сайт regulation.gov, найти законопроект и проголосовать против. Спасибо.